мы будем наталкиваться на тот вопрос который собственно говоря всегда люди наталкивались когда пытались думать про хорошо и плохо про надо и нельзя вообще есть ли что-то универсальное для всех людей или кто кто кого что гораст в этой религии так в этой национальности так в этой семье иначе этот человек для себя решил то что в пределе понятно если у них ничего универсального нет каждый придумывайте свою этику свои надо и нельзя один человек берет и придумывает для себя лично такую этику хочу то врачу кто стоит у меня на дороге тот сам виноват ну или какой-то еще и по ней живет говорит у меня это мои принципы это моя этика вторая крайность да это когда мы можем себе представить какой-то очень жесткий для всех список нельзя и надо ну там условно на 10 заповедей на 6 заповедей 28 заповедей которые будут универсальны для всех людей это такие два полюса где между ними вообще мы находимся и что из этого правда про это сегодня и в следующий раз будем много говорить вы можете дальше продолжать про это думать и не только во время вебинара и после какие из этих правил и предписание вам и почему до приправе есть интуитивная такой отклика с чего это нет почему там бесит слово надо но если бы вы передали стоял задача объяснить почему с этим согласны или не согласны почему вы бы подписались под этим или бы не подписались просто такой ну как упражнение да просто подумать про это кстати вот это очень можно хорошо обсудить с детьми если у вас там не совсем младенцы а уже лет нам из пяти шести дети способны такие вопросы обсуждать как ты думаешь почему надо не надо всем ли надо при каких условиях надо следующий вопрос это ситуация в которых мы сами с вами совершенно какой-то выбор проект вот это нельзя или надо будем ли мы эти предписаниям следовать или нет тоже представьте себе что виталий пишет что делать потом с результатом своих раздумий ну например написать их нам к следующему вебинару или в начале следующего вебинара будет интересно почитать и обсудить писать себе что у нас есть ситуации но тут даже особо представить не нужно какие-то обычные очень ситуации жизненные которые мы все попадаем с вами когда у нас есть выбор мы знаем как правило звучит для всех но у нас есть выбор соблюдать это правило или не соблюдать и мы понимаем что действительно его нарушение допустим не будет как-то там может мне бы не привлечь никаких последствий не только для наставки нас не накажут ну и вообще объективно ну то простейшая ситуация да вы переходите улицу вечером уже такое позднее время улица пустая машин нет вы стоите на переходе красный свет горит смотрите в обе стороны вообще машин нет в обе стороны красный свет горит перейти не перейти это простейшая ситуация и люди допустим разного разных скажем даже жители разных стран или разного темперамента или разного возраста по-разному на него ответить но ситуация чуть сложнее вы едете в транспорте вы знаете что нужно брать билет вы знаете что вероятность того что его проверят невелика будете выбрать билет не будете выбрать билет как мы решаем этот вопрос для себя зависимость от каких обстоятельств дорого ли не дорого ли есть у нас свободные деньги нет у нас денег куча вам куча вариантов да там вариант чуть более сложный все знают что нужно платить налоги но в какие-то ситуации у нас нет выбора там отчисляют сразу до социальные взносы вот у вас есть какой-то ситуации выбор заплатить налоги не заплатить налог с какой-то суммы вы понимаете что ну не очень вероятно что вас поймают да вроде как надо платить другой стороны но вот если там вы в россии живете то возникают вопросы но что собственно говоря на эти налоги повлиять никак не могу я не могу сделать так чтобы их потратили на там не знаю больных и детей их потратит на какую-нибудь чушку невероятную почему я должен да и так далее то есть у нас каждый раз возникает очень много очень много соображений и на самом деле именно эти соображения сейчас когда мы будем их анализировать нам помогут понять как происходит по этажам вот это самое формирование совести что и будет нашей там основной темой но посмотрим значит как же тогда все это то есть если так три вы как бы выборки вместе соединить да то мы видим что люди довольно часто в нашей группе в целом выбирать такую модель скажем морального поведения которое звучит так когда цена вопроса невелика то конечно люди предпочитают быть достаточно моральными собственно почему нет есть масса аргументов когда цена вопроса вырастает словно этом гарварда то конечно возникает миллион разных объяснений почему в данном пункте вот именно сейчас именно мы можем слегка отойти от морали без особого ущерба для нашей совести в общем приятно так устроено моральное чувство большинства людей вот и наверное стоит потом когда мы будем обсуждать вопрос морального воспитания детей помнить о той модели моральности которую мы взрослые выбрали для себя то есть вопрос если цена вопроса одна то немножко одна реакция если цена вопроса другая то другая реакция и конечно скажем так ну допустим в каком-нибудь девятнадцатом веке какие-нибудь скажем люди скажем строгих нравов что что называется сказать бы что мы в общем рассуждаем конечно не не как порядочные люди как говорили да не как моральные люди добродетели еще здесь и в древности говорили вот и вот стоит немножко об этом подумать то есть вот скажем несколько любопытных возникло моментов что в израиле одно поведение в россии другое поведение это тоже вот некоторые как бы такие заметки на полях которые мы пока вот себе поставим об этом будем собственно думать на будущее а в принципе конечно мы можем точно сказать что мы можем конечно обосновать любое решение никаких проблем с этим нет ну что ж теперь возможно стоит посмотреть на то как все это проходило в истории может быть там это приведет тому что в некоторых ситуациях нам придется уже обосновывать как-то сложнее или может даже не будем обосновывать что-то или иначе будем относиться к этим вопросам то есть опять же стоит навести резкость потому что именно там где нет резкости там в общем как говорится вся проблема то как говорили в прежние времена дьявол кроется в деталях там где и что-то не вполне четко там как раз возникает масса нюансов и масса потенциальных очень острых эмоций конфликтов испорченных отношений где-то даже сковерканных судеб именно за счет того что очень размытые и при этом очень важные вещи находятся в этой мусорной корзине которую мы называем мораль то есть в современном мире скажем так люди значительно реже чем в прошлом да совершает поступки с большой ценой мир хорошо продуман мир хорошо простроен в решении которые бы действительно вы означали какие-то серьезные выборы не так велики не так много таких решений с другой стороны можно сказать что в современном мире старается такие решения убрать потому что действительно можно сказать что современный мир это очень сложная сложная техника с техникой надо бережно обращаться да вот соответственно желательно чтобы в тех случаях когда что-то можно поломать но люди просто не могли понимать такие решения они не могли быть допущены к таким узким местам то есть получается что само развитие цивилизации она идет в ту сторону когда как ни странно в общем этика по возможности становится ненужной этика становится такой немножко дорогой игрушкой и если есть возможность ее потихонечку где возможно убирают конечно ну вот уже дмила упоминала простой пример скажем если есть возможность государственные права так менять что чтобы человек не мог не платить налоги чтобы это происходило автоматически в конце концов но это разумно там те же правила дорожного движения лучше например чтобы не были нужны вообще например то если бы можно было бы так строить все развязки чтобы принимать решение было бы очень просто еще лучше например давить управление автомобилей робот то есть мы сейчас вот в одном простом примере видим на самом деле что вопросах этики есть две стороны и они между собой очень противоречиво связаны этика это ситуация когда человек принимает решение то есть человек должен быть субъектен он должен обладать некоторой властью в некоторых вопросах там его выбор должен что-то значит то есть человек в каком-то смысле должен быть сильным с другой стороны человек будет сильным он действительно может свои силы попользоваться не лучшим образом и желательно таких ситуаций избегать как бы получается современный мир он у него очень важна идея надежности идея безопасности да а она немножко противоречит такой вещи как субъектность то есть человек такое двойное послание человек должен быть творческим потому что современный мир это мир информационный это мир с технологии это мир когда нужно посмотреть переучиваться перестраиваться и человек должен быть творческим а при этом он должен быть удобным потому что но все очень сложно и действительно какие-то вещи можно поломать получается вот эту противоречит надо быть творческим и удобным с одной из страны должна быть самой быть законно послушенным а с другой стороны кто то должен на самом деле создавать хорошие законы Законопослушность хороша тогда, когда есть хорошие законы, а иногда нужно, как известно, нарушать законы, чтобы отставить свои границы. В XX веке было много примеров, когда, мы немножко говорили в прошлом раз, когда правительства, например, нацистской Германии или Советского Союза принимали откровенно плохие законы и нужно было эти законы уметь нарушать, противостоять им. И вот это некоторое противоречие. Одна сторона этики – это субъектность людей, этика про правила обращения к своей субъектности. Другая сторона этики – это некая специфическая аккуратность, законопослушность, соблюдение кем-то не того и принятых каких-то норм. И тут есть, конечно, объективное противоречие. И мы довольно часто, в общем, действительно здесь путаемся и очень, конечно, незаметно для себя погружаем детей вот ровно в такой мир, ровно в такую ситуацию. Нам, с одной стороны, нужно, чтобы дети были активными, чтобы умели отставить свои границы, чтобы они могли строить карьеру, чтобы могли строить будущее свое, быть хозяином саму себя. Одновременно мы говорим им, ну, не высовывайтесь тебе, что больше надо, чем другим, быть достаточно удобным, не нервайся на конфликт, тебе это совсем не нужно. И вообще ты должен учитывать интересы других людей, а других людей много. Если всех их интересы учитывать, то жить времени просто не останется. Субтитры создавал DimaTorzok